С кем будут дружить деньги в 2015 году? Этот вопрос волнует многих. Доллар растет, нефть падает, рубль дешевеет, цены растут. Что будет с финансами именно у вас? Подсказку мы найдем в дате нашего рождения. Смотрим вот на эту карту Бадзе. Итак, элементом денег в 2015 году у нас будет дерево. Вот мы смотрим в эту карту и видим, здесь есть дерево, здесь дерево, да, здесь дерево присутствует, но здесь вот тоже присутствуют деревья. Что это значит? Что в этом году хозяйке данной карты кризис не будет очень страшен. То есть этот человек не будет испытывать нехватки финансов в 2015 году. Теперь подробнее. Если у вас деньги расположены вот здесь, в небесных стволах, то в этом году вы больше будете тратить, чем зарабатывать. Вкладывайте в какие-нибудь активы, старайтесь не в тряпки какие-нибудь, которые через несколько лет обесценятся, да, уже, и выйдут из строя, а во что-нибудь более стоящее. Если у вас нет больших активов, то вкладывайте все средства, которые у вас есть в основную какую-то часть, в образовании, в обучении. Тем более 2015 год – год деревянной козы, а дерево отвечает еще в том числе за образование. А сегодня на рынке будут выживать те, кто более высокопрофессиональные специалисты. Поэтому повышайте свой профессиональный уровень, и вам не будут страшны безработица и увольнения. Итак, если у нас дерево расположено вот здесь, в земных метлях, что это значит? Это значит, наоборот, вас в этом году вы будете больше сохранять, чем тратить. То есть у вас в этом году будет год сбережений. Если же у вас деньги и в небесных стволах, и в земных ветвях, то для вас этот год будет просто замечательным. А откуда же нам ждать прихода денег? Откуда они к нам могут прийти? Итак, давайте посмотрим таким образом. Если у вас деньги находятся в столбе года, вот так я нарисую, то в этом году они к вам придут через ваше социальное окружение, через друзей. Поэтому прислушивайтесь к тому, что вам предлагают друзья, не отказывайтесь сразу от их предложений, подумайте, взвесьте, и, возможно, это предложение будет достаточно интересным. Если у вас дерево находится вот здесь, в столбе месяца, то этот год у вас усилены работы, действий на вашей основной работе. То есть ваши деньги принесут вам ваша основная деятельность. Не меняйте в этом году направление деятельности. Наоборот, углубляйте свои знания, и вы можете достичь очень хороших результатов. Если у вас дерево в столбе дня, в частности, мы вот этот знак господина дня не рассматриваем, мы смотрим только вот сюда. Здесь у нас дом супружества. Это уже говорит о том, что деньги придут через вашего партнера. Это хорошо особо девушкам, которые в этом году, в принципе, можете особо не заморачиваться, если у вас стоит элемент дерева, стоит в доме супружества. Поддерживайте лучше своего молодого человека, чтобы его успехи были как можно лучше в этом году. И также, если в столбе часа, то в этом году деньги к вам придут через инвестиции. Какие-то проценты от вашей вида деятельности. Это, возможно, даже рента. Если у вас есть какие-то объекты недвижимости, которые вы будете сдавать, то в этом году для вас это будет достаточно доходно. Итак, дерево. Если у вас есть, это хорошо. А что делать тем, у кого нет дерева? Мне скажут, так что? У меня в этом году не будет никаких денег, что я буду в этом году испытывать большие проблемы. Увы, это не так. Хочу вам сказать, не переживайте за то, чего у вас нет. Переживайте за то, что есть у ваших друзей и партнеров. Вот если у вашего друга или партнера вот такая карта под цель, и вы с ним дружите, вы с ним очень проводите много времени, то вам совершенно не стоит беспокоиться о том, что в вашей карте, например, нет совершенно элемента дерева. Вы на волне удачи вашего друга или вашего партнера тоже будете удачны и финансово независимы в 2015 году. Удачи и процветания вам! Год деревянной карты. Субтитры создавал DimaTorzok